Вы смотрите программу «Утро в Петербурге», а на нашем телеканале «Санкт-Петербург» продолжается год Петра Великого. И прямо сейчас переносимся в Екатеринбург и расскажем о выставке «Не словом, а делом», которая повествует о первом российском имбираторе и тульском мастере-оружейнике-промышленнике Никите Демидове. На прямой видеосвязи со студией Дмитрий Николаевич Катарин, начальник отдела экскурсионной работы и культурно-образовательных проектов мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Свердловской области. Доброе-доброе утро! Дмитрий Николаевич, доброе утро. В самом начале нашей беседы хочется вспомнить промышленника Никиту Демидова, его отношения с императором. Много версий существует, даже есть одна из них, что Петр Алексеевич в 14-летнем возрасте впервые встретился с Никитой Демидовым. Вот расскажите об этом, быть может, сразу, проясним чуть-чуть. Нет, это, конечно же, скажем так, исторический анекдот. В 14 лет Никита Демидов не мог встретиться с государем. Произошло это, точнее, Петр первый в 14 лет не мог встретиться с Никитой Демидовым. Никита Демидов был старше Петра. И встретились они, и это вот совсем последнее исследование историка из Екатеринбурга, Виктора Ивановича Байтина, кандидата наук, доцента Уральского федерального университета. Он смог доказать, используя документы из архивов, из центральных архивов, из Свердловского областного архива, о том, что все-таки впервые они встретились в 1695 году на обратном пути Петра в Москву с Азовского первого неудачного похода, когда Петр заехал в Тулу и там впервые встретился с Никитой Демидовым, который являлся на тот период одним из тех мастеров тульских оружейников, который поставлял в Преображенский полк, в любимый полк государя, стрелковое оружие. Дмитрий, ну вот известно, что Петр Первый очень уважал промышленника, его масштабы, качество работы, вклад вообще в оружейную мощь империи, в строительство Петербурга. Но тем не менее, почему-то Демидов так и не удостоился титулов, дворянских титулов. Вот почему так произошло, с чем это связано? Ну вот с дворянским титулом Демидова тоже все не так просто. Вообще считается, что он все-таки получил титул личного, получил титул дворянина, но именно личного дворянина, он получил личное дворянство указом 1721 года. Однако свой дворянский титул он не мог передавать по наследству своим потомкам. И только Екатерина Первая после смерти своего супруга, государя императора Всероссийского Петра Великого, в 1727 году даровала потомственное дворянство наследникам Демидова, его сыновьям Акинфию, Григорию и Никите. Не будем забывать, что при всех заслугах, при том, что фактически заводы Демидова полностью обеспечивали металлом русский флот, в конце жизни, в последние годы жизни, имя Никиты Демидова было замешано в некоторых скандалах, в, скажем так, в противостоянии с коронной администрацией, с чиновниками, которые приезжали на Урал и выясняли причины того, что казенные заводы в кризисном состоянии, а частные заводы Демидова процветают. И там даже был выписан большой штраф на имя Демидова за то, что он совершил ряд неблаговидных поступков. То есть очень непростые взаимоотношения, но тем не менее, государь всегда признавал за Демидовым его деловую хватку, его умение организовать промышленное производство и его огромные заслуги в деле развития промышленного производства и поставки металла в русскую армию, в русский флот, и в целом, чтобы Россия стала одним из ведущих европейских государств. Дмитрий, мы вот как раз-таки показывали сейчас кадры с выставки, вот как раз-таки взаимоотношения императора и как раз-таки промышленника Никиты Демидова. Вот хочется узнать, все-таки выставка это такое сочетание и передовых технологий, и исторических экспонатов. Вот расскажите, какие предметы Петровской эпохи все-таки представлены на выставке? Пушка, большая пушка, именно выполненная по лекалам той эпохи. Это водное колесо, да, вот оно сейчас на экране, потому что в принципе вода на Урале в тот период времени это действительно энергия и жизнь, это то, что приводило в движение все механизмы, фабрик, чугунно-литейных, железоделательных заводов. То есть она была главным движущим энергетическим механизмом всего процесса производства металла. И вот все это, конечно же, представлено на нашей выставке. Хотя она сама по себе именно мультимедийная, и с помощью проекционных изображений и специальных, нанесенных на специальные столы, интерактивные столы надписей, изображений, она дает представление о том, что это были за личности, масштаб личности Петра, Никиты Демидова, и какие геополитические, геоэкономические великие задачи, великие проекты, великие вызовы времени. Решались какие вопросы, как развивалось государство благодаря деятельности, великому подвигу и подвижничеству этих двух великих личностей Петра Первого и Никиты Демидова. Дмитрий, мы видим, какое хорошее техническое оснащение. У выставки это и 3D-мэппинг, и VR-технологии. А хочется спросить еще, по каким документам историческим воссоздавались вот эти интерьеры фабрики 18 века? Вообще, откуда? Понятно, что все изображения на вот этих ваших столах, электронных панелях, но откуда вы взяли само наполнение? Спасибо. Конечно же, в первую очередь, это большая заслуга архивов. Сохранилась хорошая архивная источниковая база. Это и местные архивы Свердловской области, Екатеринбурга. Это и какие-то документы, уже опубликованные из центральных архивов. Это и работы крупных известных историков, как российских, так и иностранных историков. Это и произведения художественного искусства, картины, живопись. Все это представлено в широком виде, в большом количестве в залах данной экспозиции. И у человека возникает... Это, в принципе, и съемки современных видов уральских заводов, уральских плотин, уральских прудов, которые сделаны, в том числе, из квадрокоптера, и современное фотоискусство. Гравюры. Все это активно использовалось для создания вот этого образа Урала, и образа Петра, и образа Никиты Демидова в эпоху великих свершений и великих реформ начала 18-го столетия. Дмитрий Николаевич, мы вас благодарим. Спасибо большое. Интересно. Действительно, получилась у нас беседа. Мы, в буквальном смысле, подобно Петру, наводим мосты между Петербургом, Екатеринбургом и другими регионами нашей страны. Спасибо большое. Всегда рады видеть в нашем большом утреннем эфире. Я думаю, обязательно еще встретимся.